Ситуация в российской армии И можно было очень многие вещи компенсировать избыточным финансированием Компенсировать здесь неизбежные организационные, структурные, человеческие издержки деньгами Сейчас это сделать, ну, как минимум, гораздо труднее, если просто невозможно Значит, что я хочу сказать Что то, что наше военное ведомство и его новое руководство Вместо того, чтобы в результате победы, а обществом это все было воспринято как победа Почевать на лаврах, визжать от счастья, значит, прекратить вообще всякую какую-то уж, во всяком случае, рискованную деятельность, обременительную Что оно совершенно адекватный и совершенно противоположный вывод сделало из того, что оно увидело Это ему надо поставить в заслугу, безусловно Теперь, значит, по поводу... Я начну с конца, с реакции на эту реформу Огромное количество военных специалистов, уважаемых и не очень уважаемых Журналистов, людей, болеющих за армию, людей, связанных с армией, воют благим матом Я сразу хочу оставить за скобками то, что мне кажется, что наше военное ведомство очень слабо объясняет, что оно делает Потому что все, что, например, все вопросы, по которым я получил объяснение Эти объяснения были либо полностью удовлетворительны Либо, во всяком случае, они говорили о том, что это уж явно не какой-то бред, не идиотизм Не, значит, потуги каких-то там невменяемых реформаторов А это есть некая логичная позиция, которая может оспариваться, может не оспариваться Но она точно не является заведомо неприемлемой Это выверенная, обдуманная позиция, из нее принято решение Есть несколько таких косвенных признаков У нас все предыдущие реформаторы в основном начинали калечить боеготовые части Вот больше никого ничего, потому что вот они есть А остальное, в общем-то, под большим вопросом, есть ли оно, существует ли оно В первую очередь, там воздушно-десантные войска Показательные две вещи Что, во-первых, воздушно-десантные войска оставили в покое Это уже говорит о том, что эти люди не являются безответственными фантазерами И, значит, там, прожекторами, как некоторые пытаются представить И этими войсками руководит господин Шаманов Потому что при прочих начальниках, которые не вызывали такой индийский анкразии у болельщиков за армией Шаманов занимался, прости господи, даже не буду говорить, чем в Ульяновской области А при Сердюкове он вернулся в армию И сначала ведал боевой подготовкой, а теперь руководит воздушно-десантными войсками Тем он должен заниматься, он блестящий генерал Это очень, очень показательная вещь И то, что Калмаков, я не знаю, является первым заместителем министра обороны Можно говорить, что Сердюков, безусловно, не является военным авторитетом Он и не стремится быть военным авторитетом Более того, я могу сказать, никакую реформу в нынешней армии, в нынешнем состоянии Никакой военный авторитет совершить не может Это должен быть человек свободный от армейских связей, от армейских традиций И даже от личных отношений с армией, которые имеет любой человек В общем, армию любящий, к армии лояльной, прослужившей там долго Потому что то, что делается, делается безумно больно Это нельзя сделать изящно и красиво, потому что просто эта структура Миллион с лишним человек И эти люди в значительной степени своей разложились А разложила их та ситуация, в которой находится российская армия Я видел такую штуку Структура военного округа Там были квадратиками Обозначены все элементы этой структуры Систем управления, части, подразделения, соединения Красненькие Там были заштрихованы те части Где существуют Это даже не то, что они полнокомплектные А просто существуют военнослужащие, несущие военскую службу Из тысяч квадратиков заштрихованы были пять Вот как существует и чем занимается все это Это надо себе представить Надо себе представить Почему эти люди, которые сейчас гонят бочку, катят на Сердюкова Почему они не выли и не бегали по потолку Наблюдая, как в течение 20 лет практически, почти Вот это все разлагается Хороший, честный офицер Может быть даже имевший боевой опыт Когда он годами приходит на построение В части, если он еще туда приходит А потом идет неизвестно куда Хорошо, если не расхищать имущество Потому что сколько лет можно не расхищать имущество Которое никому не нужно и гниет на складе Это ответ на вопрос, почему эта армия не перевооружалась Склад перевооружать? Ханурика, который стоит при складе, охраняет его Почему эта часть не востребовала нормальных людей? А вполне удовлетворялась эта структура Удовлетворялась дохликами, доходягами, которых там ухитрялись поймать и затащить в армию Потому что все остальные, им хватало физической силы, сноровки уклониться от этого А к нам больше никто и не нужен На самом деле, кроме, естественно, есть части боевого Есть куски, остались они, я их сейчас вынес за скобки, но их мало Сделать это реально, живой армией, значит, спасти ее Потому что так продолжаться не может Так мы следующую войну Грузии проиграем Грузины возьмут Москву Для того, чтобы понять, зачем и как это делается Когда у меня была первая мысль Ну, ребят, ну что, вот вы сейчас Не было этой реформы, да, сейчас кризис Но давайте, это же создает жуткую социальную напряженность Эти освобожающиеся офицеры Потом, то, что там невнятно проговаривается Что, куда, с кем будет Люди, которые должны это проговаривать Не всегда это умеют Не всегда хотят Других людей нет, нет других писателей То, что там будет огромное количество, неизбежно Всяких абсолютно диких и мерзких вещей Я не сомневаюсь, потому что, а иначе это просто некому делать То, что, например, отбор офицеров, которые остаются То, что он будет оптимальный, что будут оставаться лучшие Самые мотивированные, самые, значит, способные А худшие, наоборот, уйдут Отнюдь не факт, что это так будет Отнюдь не факт Но это не повод ничего не делать Я хочу сказать, что любая реформа в том состоянии, в котором находится армия Любая реальная реформа, а не профанация ее, как было до сих пор Должна была вызвать боль и виск В этом смысле боль и виск Значит, является косвенным свидетельством Что это реальная реформа Значит, идея, что отложить ее до лучших времен не работает Потому что она исходит из понимания людьми В том числе и политическим руководством Что Россия нужна сейчас Что бы они ни говорили там В декларациях вероятность глобального конфликта Она резко снижается Ничего она не снижается никуда Мы об этом много раз говорили Они понимают, что России армия нужна Нужна армия А не ее местоимение И то, что сейчас пошло перевооружение армии Вот сейчас у нас Бригада майкопская, по-моему Которая в Абхазии находится Там батальон Танковый Который вооружен Танками Т-90А А не тем Простите за выражение Хламом С которым мы Как видно было по телевизору Вступили Спасать братский осетинский народ Впервые армия начала получать самолеты Новые Взамен убывающих Потому что тут выяснилось Оказывается Что у нас половина парка Основных наших истребителей Мин-29 Просто не могут летать Другое дело Что некоторые из них При некотором ремонте Еще и полетают А некоторые уже нет и никогда Я вообще считаю Что это одно из средств борьбы с кризисом Что России есть возможность Необходимость И целесообразность Наращивать оборонные усилия В первую очередь По переворужению Собственных вооруженных сил И это способ Между прочим Создать эффективный государственный спрос Создать рабочие места Изменить структуру экономики Потому что в рыночной экономике Оборонные усилия Они носят Системообразующий характер Потому что эти технологии Эти ресурсы И эти мощности Могут быть реально задействованы На производство Гражданской продукции Могут В отличие от советской Где это должно быть Дело в спланово-принудительном порядке Здесь они просто Не могут не быть задействованы Если на то есть Экономическая эффективность Спрос То есть Это все связанные вещи Вот эти стоны О том Что куда идет Гособоронзаказ А вот В эту Значит Предыдущую структуру Вооруженных сил Закачивать Гособоронзаказ Это все равно Что топить его в море Просто вот Видите Топить И в море Поэтому В среднесрочном плане Еще раз говорю Сейчас ситуация хуже И с моральной точки зрения Потому что Можно понять Этих офицеров И людей Которые воют Кричат И значит Бьются в истерике Я тоже понимаю Есть проблема Глобальной пропаганды Армейской реформы Не очень легко Выйти И сказать Ребята Вы о чем воите Мы армию разрушаем Вы покажите Что здесь разрушать Вы еще представляете Что на самом деле Происходит С ней Я не уверен Что громкое Всему обществу Это правда Надо говорить Я не уверен Что это ошибка Пропаганды Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова